Всех витаю! Вася дает мне задание. Гранат сел, вода и семена магнитного кодекса. Страшно, как я занимаюсь. Ага, видите, какое у меня задание. Довольно ответственное. Я уже целый час скажу Христу. Вася, Вася, уже час прошел. Посмотри, уже час скажу. Уже лежу и уже сижу. А ну смотри. Ну как, набухли? Я так работаю. Трясаю. На, два часа два потряси. Я же час уже трясла. Я все трясаю. Вася, как еще два часа трясти. Вася, два часа. Ой, а смотри, ты не закрылся. Ты не хорошо закрылся, смотри, я взял это. Ой, а смотри. Продреты без дуга хотим. Конечно. Неmente. Ну вот теперь я без деку паса. Ча-ча-ча! Могут семена Церкса. Да, покажи вот сюда! На это! Видишь? Видишь? Это индейское дерево, церкви канадские. Красиво цветущее дерево. Высели его из садженсов. Это дерево ли? Кроме того дерева, невысокорослое дерево, но оно и хорошее еще и медонос. В начале мая цветет такие розовые цветочки. Хорошее дерево. Бобовые, будем говорить, запинивание, наверное. Ну, скорее всего, бобовые. Бобовые, красиво. Будут выращивать. Вася, покупайте, у Вас и кусты. Я рекламирую, Вась, тебя. Давай, давай. Покупали. Обалденно красивые кусты. Иди, покажи людям, как спалены траву, как горит трава. Да ты что? Два часа еще трясти? Или три? Короче, без дела не сидим. Вон, смотрите, как. Что-то жгут они. Жгут травостой. Старая трава не косилась в прошлом году. Никто ж худобу не хочет тримать. Сина никому не треет. А я видела, между прочим, Вася, что где-то возле заповедника с Нарциссами, долина Нарцисса запалили и там все сгорело тоже. Ну, это Закарпатская область, долина Нарциссии. Все, говорит, спалили, все сгорело оно. Биосферный заповедник, Карпатский биосферный заповедник и осеньял там. Так сейчас как раз нагрузка на легкие и так идет. Для Нарцисса, если бы это пал был осенний, то оно ему не пошкодит, а весняный то пошкодит. Так весь мой вот сейчас. Ну, это плохо. Да. Потому что он уже вегетировать должен. У Васи рассада вон вытягивается, а на улице все не теплеет. Ну, сегодня... А вон сходы, видите, всходы павловни, мелкие-мелкие. Это я для контроля свеклу посеял, проверить схожие семена. Их можно вырвать, семена схожие оказались. А вот мелкие-мелкие, это павловни тоже красиво цветущее дерево из семейства катальповых. Ну, как катальпа, а то павловни, сиреневым цветом. Да ты что! В этом году я собрал семена на территории, вот когда поляков войдил, на экскурсию, на территории этого... Господи, как он называется? Исторического заповедника Софиевский. Там одно дерево уже генеративного возраста было. И оно собирало. Вот это гибискус повсходил. Травянистый гибискус. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Красивый должен быть. А цвет какой будет? Я не знаю. Цвет может... Из семян ты не знаешь какой будет цвет. Может быть желтый, может быть розовый, может быть белый, всякий может быть. Ясно. Это статица растет. Вот здесь статица. Да. Сухоцвет. Его надо сеять в такие формы, чтобы потом меньше всего повреждать корень. Он очень плохо терпит пересадку. И вот его лучше всего садить в такие ячеистые кассеты и вместе с ячейкой пересаживать на постоянное место жительства на год. Он, в общем-то, многолетнее растение, но у нас выращивается как однолетник. Его надо сеять рассадой. Потому что если посевом прямую почву его делать, то он поздно зацветет и не отдаст, не выдаст всего то, что надо. А так вот рассадой, когда посадишь, он хорошо цветет, развивается. И уже в июле, в середине июля, будут первые цветоносцы выкидывать. О, ветер слышишь, Вась, какой? Да, ветер сильный. Сильный ветер сегодня. До 16-го, да, обещают? Сегодня до 16-го тепло. На улице тепло. На солнце вот так одягнутый стоишь, только что ветер заважает. А так тепло стоят, и достаточно приятно. Я же только что с козами ходил паз. Сливаю то, что ты болтушку болтала. Сейчас семена высобираю. Это уйдет туда. Люба сколько будет еще? Вот видишь, кое-где еще. Вот они уже легко отделяются. Кое-где еще оплодень. Это не оплодень, это насеневая шкирка. Она у них мясистая. Это магнолия кобус. Это, собственно, семенная шкурка. Вот, насеневая оболонка вот такая, тверда у него, что мы ее болтали в этом. Оболочка твердая, говорит, поэтому... Надо болтать. Болтали у семени в мелком. Ну, одним словом, жерства. Гранат сей. Чтобы поцарапать. Это так называемая скарификация. Чтобы поцарапать семенную кожуру. И благодаря этому улучшается проникновение воды в семена. И тогда в схожие больше. Потому что если ее посеять, оно может три года лежать в земле. Не всходить. В общем-то, это растение по своей природе. Так называемый зоохор или даже орнитохор. Его вот эти вот семена с таким красным. Но сейчас оно изменило цвет. Оно не красное стало. Потому что в воде долго было. Вот. Поедает птицы. Пропускает птица. Пропуская через свой желудок. Гастролитами вот этими камешками, что в желудке. Протирает его. И потом скаловой массой она выходит. И она тогда всходит. Это ее природный путь. Ну, а у нас же нет таких возможностей птицу накормить. Чтобы она, извините на слове, просралась. А потом семена собрать. Вот. Поэтому есть Люба, которая будет ходить. Люба-птица, да, наша. Люба-птица, да, наша. Люба-птица, да, наша. Которая трезет. Хорошо, что ты не заставляешь все кушать, Вася. Люба-птица трясу узко. А то бы еще через себя столько... Ну, Вася, знаешь что? Надо не одну бутылку делать, а две. Потому что неудобно одной трясти. Надо двумя трясти. Практичные, чтобы трясти, если есть время, то делается так. Набирается песок, увлажняется, делается, ну, собственно, вот такая же болтушка, жидкость. И туда мелкозернистый, крупнозернистый песок или мелкозернистый дробленый вот этот щебень, жерства засыпается. И ложишь его в машину. И ездишь по бездорожью. Если он дней два там полежит, то, кстати, скалификация автоматически происходит. Вот такой способ можно скалификацией. Но я хочу уже сегодня ее высеять, чтобы не ворочиться с ней. Потому что время сегодня есть, потом не будет. Ну да, будет потеплеет, пойдем на огороды работать. Да, Вась? Да. Будем садить. Да, Вася на работу ходит. Так, кто там у нас проснулся? Вася на работу ходит. Доброе утро! О, какая красивая причёска у тебя. Ну покажи сюда поближе, не увидели люди. Давай. Ох, и мама сердечко сделала. Красивая Юля причёска. А, ну наклони голову свою. Еще. Ага, вот так вперед. О, какие бабочки летают у Юли. Вася на работу ходит. У тебя доброе утро, я смотрю. Красивые причёсочки. Седа, доброе утро! Доброе утро! Чем будете сегодня заниматься? Почему мы сегодня, Юля, будем работать? Не знаю. А у тебя какое задание, Юля, сегодня? Играться? Больше упасть. Не играть, а ухаживать за гусей. А, за гусей. Понятно, за гусей будут еще ухаживать. Ясненько. Ладно, провели Юсю в порядок. Пошла теперь мама. Юля, иди, поешь. Чем Света здесь занимается? Что там? Ничего, покупалась, переоделась. Теперь вот стирку залаживаем. Уже сукню треба мою стирать. Праты. Уже все. Когда дома, постоянно моешь, убираешь, потеешь. Я видна в зеркале. Сама себя даже вижу. Света, так мы тоже черные вещи постираем. Вот эти, что сейчас на мне. Это синий стирай. Вот такие, что на мне не пойдет? Да, пойдет. Давай тогда я переоденусь, поставишь. Давай. Зараживай, с ним более, что там не порошок и ополаскивай. А полы, полы, санузел, ручки дверные. Это обязательно, конечно, беззаразно. Хочешь, могу показать? Давай. Покажи. Покажи. Продолжение следует... Продолжение следует...